К нам присоединяется Наталья Пелевина, оппозиционный политик, член полицовета партии Парнас. Наталья, приветствуем вас на Фридом. Добрый вечер. Здравствуйте. Наталья, ну, вопреки утверждениям кремлевской пропаганды, что на фронте все хорошо, СВО идет по плану, мы давим, украинцы отступают. Да, вот при всем при этом, украинские военные в последнее время достаточно часто публикуют видео с российскими пленными. Вот как это вот соотносится? Почему такая ситуация? Как вы считаете? Ну, я думаю, что соотносится достаточно легко. Все-таки все больше информации доходит до людей в России о том, о чем эта война, она ни о чем. То есть она абсолютно бессмысленная, абсолютно преступная. Плюс доходит информация, я думаю, также о потерях, о том, что оттуда большой шанс, уйдя туда, не вернуться живым, а вернуться, значит, в пакете полиэтиленовым. И это не может не влиять на тех, кто туда, значит, все-таки отправляется, или отправляется, может, против своей воли, да, допустим. А те, кто в рядах мобилизованных там оказываются. Поэтому мы видим и дезертирство в огромных масштабах, как показывает последняя статистика, то, что больше 5000 уголовных дел только за 2023 год было заведено. По этой статье, что превышает в пять раз предыдущий год, где было около 1000 случаев, здесь больше 5000. Также ясно, что многие просто сдаются в плен. Тоже вполне себе логичное, так сказать, решение, если ты еще понимаешь, что ты бессмысленно погибнешь, бесславно. В общем-то, не все хотят просто, чтобы выплачены были какие-то деньги, значит, семьям, и просто не хотят погибать на пустом месте. Поэтому мы видим эту тунденцию, это ясно. Другое дело, что если таким образом будет развиваться и дальше, то ясно, что Путин, который, к сожалению, не собирается заканчивать войну, ему надо будет где-то находить ресурсы постоянно, пополнять эти ряды пушечного мяса. Поэтому я думаю, что они такие, может быть, выйдут на новую волну мобилизации, но, конечно же, только после выборов. Ну а тенденция среди тех, кто отправляется воевать или кого отправляют воевать, она, в общем, вполне понятная. Все-таки до людей что-то начинает доходить. Вот как раз хотела уточнить о том, что все-таки увеличивается количество. Вы уже обозначили, 5000 это все-таки немало. И с каждым днем мы понимаем, что это количество будет расти. А вот чтобы эти же люди, если их так можно назвать, которые сначала под действием пропаганды идут на войну, потом понимая, что все совсем не так, как им рассказывали, и они либо дезертерство, это одна статья, либо сдуется в плен. Что безопаснее, скажем так, чтобы они были более смелые дезертировать и не идти, как пушечное мясо? Вот последствия можете характеризовать для этих военных? Ну, мне кажется, сдача в плен более безопасный вариант, потому что дезертирство, во-первых, может оканчиваться серьезными, потенциально, по крайней мере, серьезными сроками. Хотя вроде как я прочитала, что пока дают условное наказание, но именно для того, чтобы вернуть обратно на фронт этих же «провинившихся», в кавычках. Я знаю, что есть случаи просто внесудебных казней за подобное. То есть просто там офицер расстреливает человека, который не хочет, вообще хочет убежать или не выполняет приказ. Такие случаи вроде тоже есть. Опять же, это, конечно, не подтверждено, ясно, что это нигде не фиксируется, потому что это дает очень плохую картинку, но я верю, что такое может быть. То есть загранотряды были, мы знаем, во время Второй мировой войны, когда людей расстреливали, если они пытались как-то покинуть место войны, военных действий. Поэтому здесь ничего удивительного. Поэтому я думаю, что, конечно, сдача в плен, она более такая, в общем-то, перспектива, мне кажется, безопасная для тех, кто готов это делать. Конечно, хочется всех к этому, кто оказался на этой войне со стороны России, преступной войне, сдавайтесь в плен. По поводу, да, безопасной, как вы говорите, безопасного варианта, тут, Наталья, скорее не вопрос к вам, а скорее такое заявление на правах рекламы для всех наших телезрителей, что существует проект от Службы безопасности Украины, который называется «Хочу жить», и он предусматривает подробные, так сказать, инструкции для тех, кто каким-то либо образом попал на войну или же под угрозой того, что его мобилизуют. То есть этот проект работает как на территорию России, так и на фронте, так и на оккупированных территориях Украины. Вы общаетесь наверняка с правозащитниками. Вот что известно в России, что известно россиянам о том, что Украина прилагает все возможности, все возможные варианты, чтобы не дать россиянам попасть на фронт и стать, так сказать, инструментом в агрессии Путина? Ну, об этом, естественно, не говорят официально нигде, они упоминают это понятно. Понятное дело. В телеграм-каналах, которые по краю существуют, телеграм-ресурс работает в стране, конечно, эта информация там идет, это важно. И мы, те, кто считаем, что это очень необходимая опция, скажем так, стараемся это тиражировать максимально, в том числе правозащитники, безусловно, что есть такой вариант выхода из ситуации, если уж ты там оказался. Для того, чтобы не убивать и не быть убитым, для индивидуального человека это немаловажно. Есть вот такие, значит, варианты действий, которые, конечно, мы все стараемся максимально делать так, чтобы это расходилось широко и склоняем именно к этому выбору, скажем так. Ну, опять же, те, кто считают телеграм-канал, опять же, подписаны на конкретно несущие подобную информацию, телеграм-канал, те об этом знают. Большая часть страны, я думаю, к сожалению, пока этим не охвачена, и над этим надо, безусловно, работать. Потому что, к сожалению, война не заканчивается, к сожалению, людей, которые будут туда отправлены, еще хватит, еще будет много, и надо, чтобы они знали об этой опции, и будем над этим дальше трудиться. Вас, конечно же, политика, в первую очередь хочу спросить, ну и, конечно же, с юридической точки зрения, возвращаясь, конечно же, к тому, а что же сулит тем, кто участвует в ЧВК, которые, мы как знаем, да, они нелегитимны, уже не говоря о том, что они запрещены законам Российской Федерации, но и теперь, когда самая большая политическая партия, Единая Россия, создает себе Испаниолу, то есть, по вашему мнению, это больше для того, чтобы, ну, как вы уже упомянули, да, вот такие догадки, что после выборов, скорее всего, или там переизбрания Пути, давайте так это называть, возможно, мобилизация, и как-то они хотят себя защитить, и поэтому создают ЧВК. Так вот, ну, чтобы, как бы, бороться, возможно, с какими-то, ну, например, такими же историями, как была с ЧВК Вагнер, или другими, какими-то гражданскими, возможно, недовольствами. Так вот, что грозит тем, кто идут, во-первых, в такие ЧВК, ну и под политическим зонтиком? Что это значит вообще? Ну, мне кажется, это для того, чтобы максимально заткнуть дыры, создаются разные опции. ЧВК — это все-таки по-другому оплачиваемая, в кавычках, «беру» работа, поэтому, мне кажется, они просто, ну, создают разные варианты для тех, кто такие по собственному желанию оказывается, к сожалению, к большому, на этой войне. И очень непонятная ситуация с правовой, то есть со стороной всего этого. С одной стороны, понятно, что Путин страшно испугался, когда была вся эта история с Пригожиным, с его Вагнером, и подобного он не хочет, повторения, естественно. С другой стороны, по-прежнему есть эти частные военные компании, да, и, видимо, они продолжат существовать. То есть какая-то такая серая зона вокруг этих ЧВК пока сейчас. Я думаю, что они будут держать максимально, власть в реальном режиме будет максимально держать контроль над этими ЧВК, чтобы они не переросли в нечто неподконтрольное, в первую очередь, и крупное, масштабное, как все-таки в какой-то момент был ЧВК «Вагнер». Но при этом такую опцию, наверное, сохранять для них все-таки, в принципе, и даже под политическим зонтиком, наверное, в некотором смысле выгодно. Повторюсь, для того, чтобы, значит, иметь разные опции рекрутирования вот этого самого пушечного мяса. Тут касательно того же дезертирства, насколько часты такие ситуации в ЧВК? Вот статистика, не сильно много про это рассказывать. Я думаю, что все-таки меньше, потому что в ЧВК люди оказываются чуть более осознанно, чем те, кого просто сгребают как стадо, значит, животных и отправляют там, ну, реально мясо. Там все-таки люди подходят к этому изначально, подписывая там договоры, контракты подходят более осознанно. Поэтому ясно, что там, наверное, процент дезертирства все-таки, я так думаю, что меньше. Но я уверена, что есть, потому что мало кто до момента, пока не оказался реально на этой войне, представляет себе, что вообще она из себя представляет. И я думаю, что даже среди тех, кто подошел к этому осознанно, как им казалось, оказавшись вот в этой мясорубке, и там хватает тех, кто принимает решение все-таки выжить, а не, в общем, просто зачем-то погибнуть просто на пустом месте. Я думаю, что там таких тоже хватает, хотя точных данных статистических у нас нет. Наталья, ну вот, как мы уже неоднократно говорили, что в передверии выборов, перевыборов, скажем так, власти будут стараться, ну вот, не нагнетать ситуацию. Но пополнять же эти вот черные пакеты, на их место нужно же кого-то. И вот как вы считаете, понятное дело, что вот, ну вы правильно сказали слово «стадо», да, их гонят на эти местные штурмы, они как бараны идут. Но все-таки, возможно ли, с вашей точки зрения, какие-либо локальные всплески? Ну пусть это будет, да, как прошлогодняя волна поджогов военкоматов. Или, учитывая сейчас охоту на мигрантов, какие-то мигрантские бунты. Вот с вашей точки зрения, возможно ли такое в России? Или все-таки стадо? Ну, мигрантские, честно говоря, я не предвижу, потому что они чувствуют себя абсолютно бесправными. Поэтому я не думаю, что они что-то себе позволят. Беру в кавычки. А с точки зрения тех, кто вот просто, так сказать, отправляется туда на местные, как вы упомянули правильно, штурмы, ну мы же видели какие-то вот эти, был период, когда очень много записывали видеообращений. Вот они стояли все и жаловались, что значит все плохо, все оказалось не так, как им обещали, и так далее, и тому подобное. Это вот такой вот первый, такой достаточно вегетарианский этап. Вот в какой-то следующий момент, если будет такие новая мобилизация, и такие опять загонят туда и в плохие, в ужасные условия изначально, понятно, но еще хуже, чем вообще там они все могли представить, допустим. Может быть, в какой-то момент что-то там у них и рванет эмоционально, я имею в виду. И повторюсь, что уже, наверное, должно быть это и возможно будет на другом уровне, чем просто видеозаписи на телефон, вот мы стоим тут, вот у нас там грязь там по колено. Потому что это ни к чему не приводит, это просто трэш какой-то, бессмысленный совершенно. Поэтому некоторый процент я на такую возможность оставляю, хотя, конечно, передавлена, пережата воля у людей, включая тех, кто становится частью этих, к сожалению, этой преступной войны, воля пережата почти полностью. Но никогда не говори никогда. Ну вот касательно самого даже Шойгу, мы сейчас видим, что уже и некому к нему претензии предъявлять. Вот вы упомянули этих видео, которые записывались с жалобами, то снарядов не хватает, то одежды, то вообще в каких условиях, давайте вспомним тех же жен, матерей, которые говорили, вот нашим ребятам там чего-то не хватает. А действительно, куда все подевались эти жалобы? И Путин, помоги, уже только сейчас из Белгорода, одинокие, скажем так, есть жалобы в виде обращения, или пытаются в чатах возмущаться, почему там то нет укрытия, то еще чего-то. То есть местные власти уже, конечно же, все понимают, что беспомощные, и какие-то еще попытки к Путину были, обращения. А вот касательно фронтовиков, если их так можно назвать, почему поменьше стало этих обращений? Шайголи там настучал, как говорится, и дал указ больше не писать такое. Я думаю, были последствия, о которых мы не знаем чаще всего, что такая инициатива была наказуема, скорее всего. И я так предполагаю. Причем, опять же, не все можно отследить, особенно многие такие, как я, правозащитники и журналисты, мы вообще уже не находимся в России, и очень трудно собирать информацию достоверно. Поэтому я думаю, что наказали, наказывали за такое. Плюс это одна составляющая. Вторая составляющая, что, видимо, эффекта не было особо никакого. Если что-то работает, то есть смысл это продолжать. Когда это не работает, то есть смысла никакого особо нет. То есть себе просто дороже выйдет, а ничего не поменяется. Вот мы даже видим, что жены вот этих мобилизованных, вот это движение какой-то пика своего достигло перед Новым годом, и сейчас видим, что опять как бы все, так сказать, замерло, к сожалению. Может быть, только на праздники, может быть, они в преддверии выборов как-то дадут опять о себе знать, эти жены, которые хотели, собственно, хотели ротации. Они не хотели, чтобы война закончилась. Им важно было, чтобы их мужья вернулись домой. Может быть, они себя еще продолжат проявлять. А может быть, мы, опять же, трудно отследить. Может быть, и конкретно мужей вот этих вот активных женщин вернули, и они как бы решили, что на этом как бы и можно инициативу заканчивать. Такое тоже возможно. Но, опять же, все будет зависеть от того, как это все будет двигаться дальше. Будет ли новый виток мобилизации, будет ли, соответственно, еще опять пик, там как бы новое огромное количество волна жертв. Тогда, может быть, все-таки снова будут появляться какие-то особо инициативные и смелые люди, которые все-таки будут стараться этому противостоять. Наталья, а вот как вы относитесь к мнению, что вот этих вот жен и матерей могут использовать, извинить за выражение, просто в тупую власти? То есть они требуют ротации, да? Требуют своих мужей домой. Но вот Путин и пойдет на такой, знаете, шаг перед выборами, что да, я возвращаю ваших мужей, но для этого нужна новая волна мобилизации. Как вы вот к такому мнению относитесь, возможно ли это? И напомню, что у вас остается минута на ответ. Ну, я думаю, что это не совсем связанные между собой вещи. Я думаю, что просто как такой популистский ход, он, может быть, действительно вернет на паротации часть этих мобилизованных, часть этих мужей, в том числе тех, кто активно как-то старались отстаивать свои позиции, чтобы как бы вот довольные женщины, там, значит, какие-то сказали хорошие про него, не знаю, там, слова, допустим, да, в преддверии, опять же, выбора для того, чтобы картинку создать. А то, что после этого он объявит мобилизацию, он, конечно, до выборов напоминать не будет, но, скорее всего, на это выйдет в любом случае уже после выборов, когда он уже как бы в кавычках будет переизбран, уже вроде как все уже будет, процесс этот формальный позади. Я думаю, что он скажет, ребята, мы думали, что не придется, но все-таки надо отстаивать дальше, там, как они говорят, родину, значит, от кого-то там. И тогда объявят новую мобилизацию. Спасибо вам, Наталья. Спасибо, Наталья, за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Я напомню, Наталья Пелевина, оппозиционный политик, член полицовета партии Парнас, была с нами на связи.